Всем привет, дорогие любимые, самые лучшие мои подписчики и гости канала. Добро пожаловать на канал Ольга с Ким Мукбанг. Тимоша, поприветствуй. Артист Тимоша вас тоже приветствует. Сегодня мы кушаем по вашему заказу индейку. Вот так это выглядит, посмотрите. Давайте попробуем, как это на вкус. На столе также у меня рис. Дай, Тимоша. И квашеная капуста. Дай, Тимоша. Запиваю все зеленым чаем. Ну что ж, давайте пробовать. Напишите, пожалуйста, внизу в комментариях под этим видео, кто любит соус песто. Вот кто любит соус песто, кому обязательно понравится этот рецепт. Поздравляю тебя, это очень вкусненько. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Добро пожаловать на наш канал! 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 На, Тимаш! Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать на наш канал! 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 а меня подруга спрашивает а далеко я горни минут 10-15 езды она говорит а мы стоим около вашего дома мы приехали к вам в гости в турцию я такая как почему не предупредили а помните как я вам рассказывала как мы им сделали сюрприз приехав в болгарию они решили сделать алверды и теперь без предупреждения приехали к нам в гости в турцию хорошо что мы были на машине мы быстренько сели в машину и поехали назад домой билет то у нас двухдневный то есть на следующий день мы могли спокойно вернуться но мы уже все посмотрели осталось только пещеру домлатаж посмотреть и мы решили что так как у нас билет двухдневный пещеру домлатаж мы посмотрим на следующий день и поехали к друзьям встретились мы с ними на нашем пляже радость детей и нашей не было предела мы стали обниматься веселая такая встреча получилась потом детей мы отправили домой дали им ключи а сами пошли в магазин накупили там выпивки ну в основном вино брали на вот алексей подсказывает только вино мы и брали всякого разного красного вина там вкусные и гранатовые и черешневые достаточно дорогие вина только когда друзья наши были там в турции мы покупали вина а в другое время мы не покупали вина потому что самая такая бюджетная бутылочка стоит примерно 500 рублей на наши деньги мы накупили вина купили какие-то продукты и пошли домой к нам накрыли стол когда вернулись домой все наши дети все четверо были уже в бассейне вот мы поднялись стол накрыли детей позвали покормили вот мы потом тоже приготовили что-то покушали быстренько потом собрали фруктов каких-то и спустились вниз к бассейну сидели у бассейна купались кушали общались выпивали очень здорово проводили время друзья наши если вы нас смотрите вам огромный привет и огромное спасибо за такой приятный сюрприз в общем мы сидели довольно долго мы в бассейне посидели потом поднялись опять домой у нас еще в морозилке было мороженое арбуз мы там наелись всего-всего и время было уже позднее друзья собрались домой но в турции очень удобно сделано во всяком случае это в том месте где мы жили не нужно звонить в такси стоит такой столб и написано такси и кнопочка на эту кнопку нажимаешь и подъезжает в течение буквально минуты приехала такси мы первый раз воспользовались тоже этой услугой особо не нужно было мы всегда на машине а тут все выпили и за руль некому было сесть а до дома друзей идти довольно прилично поэтому решили на такси нажали значит эту кнопку и стоим ждем буквально в течение минуты может максимум 2 то есть мы даже толком не успели распрощаться приезжает такси посадили друзей на такси они уехали домой а на следующий день у нас же двухдневный билет был нам надо было ехать в пещеру дамлатаж теперь мы уже по ватсапу с друзьями переписываемся я говорю что мы поедем в пещеру дамлатаж а после этого пойдем на пляж клеопатры знаменитый пляж клеопатры есть в алании и друзья сказали что о здорово мы тоже поедем в том районе где мы жили пляжи были не очень хорошие а пляж клеопатры он очень славится своим необычным песком завезенным специально для клеопатры в каком-то там веке давным-давно вот и поскольку этот пляж знаменитый хороший они сказали что они тоже поедут им тоже интересно и мы с ними договорились там встретиться но когда мы сходили в пещеру дамлатаж и вышли посмотрели на пляж дамлатаж он абсолютно такой же как и пляж клеопатры то есть заканчивается пляж клеопатры и в сторону газипаши тянется пляж дамлатаж начинается мы посмотрели там такой же шикарный песок шикарный заход то есть хороший пляж и мы решили зачем нам идти на пляж клеопатры когда мы уже вот здесь на пляже дамлатаж давай здесь написали друзьям чтобы они не шли на пляж клеопатры а пришли к нам на пляж Дамлатаж, а там же от этого пляжа Дамлатаж можно покататься, немножко проходишь в сторону города, и там же можно покататься на канатной дороге, то есть мы пошли в пещеру, а друзья пошли покататься на канатной дороге, а потом мы все вместе встретились на пляже Дамлатаж, тоже накупались, взяли с собой какие-то продукты, вина еще взяли, еду, арбуз тоже у нас был, значит у нас с Алексеем такой огромный-огромный коврик, на котором ну человек 20 можно, если его расстелить в один слой, мы как правило его складываем пополам, довольно большой коврик вот такой, мы его расстелили, вся наша толпа народу все свои вещи покидала на этот коврик, потом мы сделали импровизированный стол, салфеток каких-то настелили кухонных, вот, накрыли стол, дети купаются, взрослые сидят, общаются, выпивают опять, Алексей по-моему не выпивал, потому что он был за рулем, вот, а все остальные выпивали, общались, кушали, потом поскольку все это было в городе Алания, друзья захотели пройтись по магазинам, а дети друзей сказали, что по магазинам они не хотят, они хотят с нашими детьми играть, вот, и тогда мы с Алексеем предложили, что давайте мы ваших детей заберем, а вы спокойны, как молодожены, пойдете гулять по магазинам, в итоге они остались в Алане, пошли гулять по магазинам, а мы забрали четверых детей, двоих своих и двоих друзей и поехали домой, приехали домой, никто особо голодным не был, поэтому тоже накормили детей мороженым, арбузом и уложили спать, а на следующий день друзья приехали опять к нам, опять мы с ними гуляли, ходили на море, кушали, а потом вечером уже друзья уехали домой, вот так мы весело проводили время, пока наши друзья были в Алании, почти каждый день мы с ними встречались, сидели, выпивали, было очень весело, есть что вспомнить. Ездили потом все вместе на Димчай отмечать Мишуткин день рождения, но это уже другая история, расскажу вам в следующем видео. Ну а это видео уже буду заканчивать, всем спасибо за внимание, если вам понравилось это видео, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, поддержите меня, пишите комментарии, мне очень приятно с вами общаться, огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, всех очень сильно ценю, люблю и уважаю, а также всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся завтра.